Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Барракода. Но прежде чем я приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому обзору и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы вы были в курсе моих новых выпусков. Ну а мы переходим к каналу Барракода. Марина очень счастлива. Она меряет обновки. Да-да, тем собой, который приобрел, для нее, точнее, приобрел Эмиль. Это такая вот разлетая бирюзового цвета и светерочек, такого светло-светло-голубой, симпатичная получилась у нее такая одежда. Такая обновочка симпатичная. Эмилю нравится. Марине, правда, не очень, она говорит, не очень любит такое вот разлетающееся все. Но Эмиль просто в восторге. Я так понимаю, это все из секонд-хенда, это не особо дорогое. Но, как правильно заметила Марина, ей дорогое не надо, потому как все у нее сразу пачкается быстро. Например, вот ту вот самую блузочку, которую Эмиль чуть ранее ей подарила, она в ней выходила и в огород, она и у плиты стояла, точнее, и у печки, да, и у плитки электрической. И по дому управлялась, хотя, в принципе, что там делает Марина по дому, я не знаю. Но, тем не менее, и в пире в мир она ходила в этой блузочке с этими вотрюшами, которые вот впереди у нее, да. Я не знаю, почему Марина не имеет домашней одежды, почему у нее нет одежды на выход. У нее любая одежда, которую она надевает на себя, и в пире в мир. Мне так кажется, что вот она надела что-то и уже не снимает. Как по мне, так она еще и спит в ней же. Очень мне, кстати, этим напоминает Колесникова. Очень. И она, и мир как-то вот одинаковая стиль ее поведения в плане одежды. Оставки торта доедают. Вот просто интересно. Я надеялась на то, что они поделятся с Аней и с мамой, но они не поделились, потому как сама Марина говорит, остатки, мол, доедаем. Да и не был он таким большим, чтобы прям вот можно было сказать, ага, торт был большой, успела она и с мамой, и с Аней поделиться. Вот это то, что осталось. Нет. Торт был очень маленький, и я очень сомневаюсь. В том, что хотя бы кусочек достался Ане или маме. И я не думаю, что мама ее не любит, или Аня не любит вот такие вот сладости, да. Хотя и говорит мама, что вот я не люблю то, что ты готовишь, потому как у тебя там много специй, приправ и прочего. Она любит все такое, ну в смысле мама любит все такое без соли лишней, без перца лишнего и всяких приправ лишних. Но я думаю, от сладкого она не отказалась бы, если бы, конечно, и Марина предложила. Но, как я понимаю, Марина ей даже не предложила. У нее коса сбоку висит. Ну да, не та коса, которая косит. Она не коса и не косы. Она просто девочка-припевочка с косичкой, да. И почему-то странное такое место она постоянно выбирает для того, чтобы заплететь эту косу. Вот прям на виске, да, от виска. И вот это болтается ни уму, ни сердцу. Вот эта вот коса висит. Странное какое-то место для заплетения косовечно выбирает Марина. Но она, наверное, считает, что это ее такая вот фишка. Постирала она вещи. Вещи висят на кухне, естественно. Я понимаю, что на улице, конечно, сейчас у них дождливо, но можно было бы как-то, не знаю, в предбанник, что ли, придумать. Или там вот в той ванной маленькой, что у них есть, где-то разрешено. Но не на кухне. Все впитывается, все запахи впитывает одежда. Тем более, когда она мокрая. Но Марина этого понять не может. И у нее вечно вещи сушатся на кухне. Конечно, ей нравится торт. Возвращаясь к торту, говорит, я фрукторианец. Ну, такое я еще не слышала. Фрукторианец, это вот новое что-то. В принципе, надо взять это слово на заметку. И вот у меня уже есть словарь колесниковых глоссарий. И теперь буду записывать за Мариной тоже. У нее очень много таких вот слов новых. Например, мышов ловить. Да, кошка любит мышов ловить. И это вполне серьезно, он говорит, да. Она повторяет на этот раз. То есть, я так понимаю, что, в принципе, это ее лексикончик обыкновенный, обычный. И фрукторианец надо будет записать и как-нибудь тоже где-нибудь сказать. Хочу посмотреть на реакцию людей. Скажут, наверное, я не совсем знаю русский язык. Я не буду права, если я вот такое где-нибудь скажу. Или мышов, или фрукторианец, или еще что-нибудь. На меня посмотрит очень и очень странно. Ну, шутки с шутками. Миль поел, да. И с новыми силами отдраил, говорит Марину, он Казан, сковороду и вынес помойное ведро. Интересно, куда? Насколько я знаю, у них там канализации нет. Даже с точной ямой нет. Куда вынес? Неужели, на самом деле, вот как удобрение на огород так вылил таким широким жестом? Не знаю, я не знаю. Но будем надеяться, что все-таки куда-нибудь он в отдельное место это все выливает. Где-нибудь, может, в каком-нибудь уголочке огорода вырвал он все-таки эту яму. Не знаю. У них очень не хочется верить в то, что у них все прям вот в этом деле. И двор, и огород хочется надеяться, конечно же, на лучшее. Бананы, говорит Марина, Эмиль кушает, мол, пока есть. Иначе рискуешь скоро вообще бананов не есть. Потому как они скоро станут очень и очень редкими гостями на их столе. Ну, интересно, с чего бы это вдруг? Ты же фрукторианец, Марина, ты забыла? Значит, ты должна сделать все, чтобы у тебя всегда были фрукты на столе. Что случилось? Непонятно мне, почему именно к бананам такое отношение. А апельсинки, а мандаринки, а киви, ну и прочие фрукты. Они не будут редкими гостями на твоем столе, только бананы? Очень интересно, почему именно бананы. Цветы. Цветы в горшках, которые у нее стояли на столике компьютерном, напротив ее кровати. Перекочевали плавно, но не все, правда, один или два горшка у нее там стоит прямо на том столе, где они едят. На обеденном столе. Очень интересно, почему и для чего там эти цветы нужны. Непонятно. И так там мало места, это раз. Во-вторых, это антисанитария, это два. Ну, а в-третьих, у них есть свое место. Почему они переехали, тоже странно как-то. Или Марина решила так разнообразить немножко интерьерчик. Не могу сказать. Домовой у них поселился не тот, которого она притарабанила с помойки. Пыльный, страшный, грязный. Такой большой был, в шляпе. Какой-то другой. Или она его раздела от того самого, потому как его уже отмыть было невозможно. И вот, что осталось от домового, то она посадила прямо на обеденный стол. Туда, куда-то, на какие-то банки, куда-то так повыше. Или, я не знаю. Но очень как-то странненько выглядит вот это все, конечно. Награбождение на столе всяких банок, склянок, непонятно чего. И поверх всего сидит такой вот, ну, небольшой домовер. Да, такая небольшая фигурка. Уже без шляпы, без чего-то еще. Без лаптей, по-моему. Он просто вот такой, как, похоже на шелтая-болтая, на яйцо такое вот из мешковины. С глазами, носиком и ротиком. Ну, не знаю, что это такое. Вроде как раньше не было этой фигурки там у Марина. Сейчас вот появилась. Наверное, все, что смогла спасти из той большой фигуры домового. Так мне кажется. Потому как, на самом деле, его отмыть, выстирать и прочее было очень проблематично. Особенно, учитывая то, что химчистки нет, то вряд ли Марина химчистку отдала бы. Это же все дорого. Они все экономят, экономят. Вот. У них же денег никогда нет. Якобы. Донаты, кстати, она попросила только на корм кошке. И на что же еще она попросила? На корм коту попросила она донаты. И на лекарства. Потому как у нее Эмиль болеет. Говорит, антибиотики очень дорогие. Поэтому он взял только брумгексин, что ли, от кашля. Таблеточки. И что-то еще такое по мелочи. Говорит, а вообще, в принципе, да, очень дорого. Поэтому донатеры, объединяемся. Активизируемся. И высылаем донаты Марине, да. Я понимаю, конечно, что, может быть, вам это не очень нравится. Но вы сами ее к этому приучили. И вот теперь только на вас надежда. Подарили Марине. Она опять же не сказала, кто. Не донаты. Не деньгами, а вот продуктами. Четыре десятка яиц. И баночку меда. Полуторалитровый. Я так думаю, там килограмма два с половиной, три меда. Марина просто счастлива. Говорит, вот, смотри, Эмиль, мол, тебе лекарства уже не нужны. Будешь лечиться медом. Но, тем не менее, донаты, да, она просит. Губа не дура у Марина, да. Вы знаете, каким шоколадом она себя балует? Шоколад линд. Он очень дорогой. Это самый дорогой шоколад. Но Марину, когда это останавливала, любит себя баловать, да, то фруктами, то шоколадом. Молодец, Марина, да. Губа не дура себя никогда, они не обидят. За водой, говорит, ходила. Ходила с утра за водой. И взяла воду и питьевую, и для хознужд. В общем, молодец, Марина, да. Считай, план на сегодня выполнен. Походила уже. Потом нам продемонстрировала свои слова. Ой, глаза. Поближе снимай, снимай поближе. Не могу понять, что такого особенного в ее глазах, что прям поближе снимай. Вот прям Эмиль так приблизил ее глаз один. Думаю, что ей надо, вот для чего? А оказалось, просто цвет глаз, чтобы все увидели. У нее, как считает Марина, очень необычный цвет глаз, зеленый. Может быть, не такой вот, говорит, выраженный цвет, но тем не менее зеленоватый какой-то. И вот она стала читать описание характера по цвету глаз. И говорит, ну прям вот ее, прям подходит, подходит. И такой редкий цвет. И в общем, Марина у нас редкая, да. Как и ее цвет глаз. Редкий характер, редкий цвет глаз и редкий образ жизни, я добавила. Стала она расчесывать волосы и так их чешет. И так, и говорит, вот Эмиль, ты думаешь, ну вот это так легко расчесать волосы. Говорит, каждый раз грыжусь, что отрежу. Ну что так, она это не торопится делать. А что же у нее тогда будет висеть сбоку, если она не отрежет? Если точнее отрежет, что будет висеть у нее? Тогда сбоку ничего не будет висеть? А разве Марина может себя приставить без того, чтобы у нее что-то сбоку висело? На уровне виска заплетенная. Вроде косы. Дальше что? Дальше кошка пришла. Естественно, стала тереть целоноги. Марина, конечно же, ее погладила. И потом, точно так же, не помыв руки, она стала трогать продукты. Очень легко и просто. Точно так же, как она трогала кошку. Это просто вот за гранью, да. Я знаю, мои дорогие зрители, мне писали о том, что в принципе в их семье это так принято. И они не делают различий между людьми и животными. И кошка пьет из тех чашек, из которых потом пьют они. Но тем не менее, я все-таки считаю, что так делать нельзя. И все-таки надо разграничивать. Да, вот где люди, где животные. Что и из чего едят люди, и что из чего едят животные. Ну, Марина этого понять никак не может. Эмиль, когда увидел вот это вот количество яиц, которые им подарили. Говорит, ну все, теперь, мол, я буду лечиться яйцами. Мне надо восстанавливаться после болезни. Надо вот есть яйца и белки. На что Марина была очень рада ответить. Что да, конечно, восстанавливайся. Или здоров. Конечно, Марина без Эмиля пропадет. И Марина это прекрасно понимает. И мне интересно, что будет, когда Эмиль решит жениться и уйти из отчего дома. Просто интересно, как Марина на это дело отреагирует. Ну, а пока Марина отложила, я понимаю, Эмилю яйца. Часть отложила для Эмиля на выздоровление. Часть на покраску, потом как Пасха, вот не за горами. Ну, а часть яйца именно 10 штук. Правда, не этих. Не этих, конечно, что подарили ей. Перец войски и свойски яйца. Ну, да. Те яйца, которые Эмиль притарабанил из магазина или из рынка. Где вот она разливает эти яйца в бутылку, в банку. Она пожарила яичницу. Пожарила яичницу вместе с лапшой быстрого приготовления. И получился один такой вот. Там были помидоры. Вот эта вот лапша. Она её туда сырой закинула. И лапша уже дошла до готовности в 10 этих яйцах. Прямо в сковороде. Что, конечно, порадовало Эмиля, который, в принципе, не верил в то, что лапша дойдёт до готовности. Но Марина, она журнал с кулинара. Она всё знает и умеет. Ну, в принципе, вот такой вот получился у меня обзор канала Барракуда. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.